Привет! Мы начинаем нашу новую тренировочную неделю. Первая тренировка будет для игроков низких лимитов, на 25 и ниже. Сегодня мы будем разбирать грубые ошибки в больших банках, где вы проиграли поты более 20 ББ, допустив грубые ошибки, как правило, связанные с непониманием каких-то фундаментальных основ покера. Те, кто не присутствовал на первой тренировке, могут посмотреть ее в записи. Она находится в разделе видео на нашем сайте. Дайте мне обратную связь, как меня слышно и видно. Если все нормально, то мы перейдем к практике и теории. Отлично, тогда поехали. Теперь перейдем к разбору раздач и в основе этих раздач будем разбирать теоретические вопросы, которые обычно связаны с грубыми ошибками и проигрышем больших потов. Ну, хоть у нас сегодня тренировка предназначена для лимитов НЛ-25 и ниже, у нас есть раздача с лимитов чуть повыше. В частности, Бонжева выложил несколько раздач с лимитом НЛ-50 на Коппер Старс. Давайте с него и начнем. Прочитайте раздачу и мы начнем ее разбирать. Насколько мне известно, на оппонента совсем небольшая выборка рук. Всего 300 раздач он сыграл. Что мы можем сделать, анализируя те 300 рук, но мы видим, что он не слишком лузово открывается с ранних позиций. Полт на 3-бет у него не очень большой на эту выборку рук, но ничего толкового сказать нельзя, поэтому Скайрей мы будем играть против него так же, как против среднего, не слишком блефового регуляра нашего лимита, так как этот оппонент пока что является для нас неизвестным. Итак, что делает Херро? Он 3-бетит королей на префлопе, на прямой вэлью, готовится играть на стэк, но получает вместо 4-бета колл. Он делает конбет в полпота и получает минимальный чекрейс с его противника. Давайте посмотрим, какие у него чекрейсы. Ну, во-первых, на что есть статистика небольшая, это на фолдный конбет, позиции без позиции. То есть в среднем мы видим, что этот оппонент довольно много выкидывает. По чекрейсам статов нет. Ну, вот тут есть какая-то статистика по терну, но это с учетом этой раздачи, я так полагаю. Поэтому мы, в принципе, должны прикинуть, какой в среднем будет спектр у регуляра вашего лимита в данном случае, у среднего регуляра вашего лимита, с чем он может играть чекменрейс флопа. Естественно, мы будем за счет этого правильно реагировать на его подобные действия. То есть чем здесь может чекрейзить наш оппонент в данной ситуации? Ну, это могут быть какие-то вэлью руки, то есть он мог сыграть коллом на префлопе с карманными валетами или с карманными дамами. Он мог частично заслоуплеить тузов, но, опять же, как правило, для игроков вашего лимита, вот лимитой 0.50, не очень характерно слоуплеить тузов в данных позициях, скорее он играл бы через 4б. Можно было бы ему задать, скажем, 20% тузов в коле на префлопе. 20% тузов. Дам здесь будет гораздо больше, валеты будут все, десятки тоже все, девятки, восьмерки. Коллировать пары меньше семерок здесь, пожалуй, никто не будет, мне тут даже семерки не буду задавать, потому что он вряд ли их будет чекрейзить. Соответственно, будут коллироваться какие-то одномастные еще руки иногда. Ну, я думаю, против Котофа. Как-то так будет выглядеть спектр кола. Примерно такой диапазон будет коллировать. Вот это наш 3бет. Ну, соответственно, как он себя будет вести с этим спектром? Обычно ваши противники будут играть большую часть спектра через чеккол. То есть чекрейз это скорее отклонение от какого-то стандартной игры здесь. Большую часть рук, как сильных, так и средних или слабых, ваши оппоненты здесь будут играть через чеккол. Но с чем, в принципе, здесь игроки могут играть через чекрейз? Это какие-то сильные, ну, относительно сильные комбинации, с которыми он заколил по флопу. Точнее, заколил на префлопе. Ну, как минимум, он здесь может зачекрейзить все карманные дамы и тузы. Сеты здесь, надо сказать, будут чекрейзиться очень редко. Мы можем задать некоторую часть сетов здесь ему в спектр его чекрейза. Ну, пусть 50% он здесь разыграет, но на деле я бы это снизил до 20-25%, просто потому что очень многие оппоненты здесь будут 100% сетов слоуплеить и не играть их через чекрейз. Давайте какую-то небольшую частоту чекрейза зададим. И также здесь, кроме value комбинации, которые будет чекрейзить ваш оппонент, у него также в чекрейзе будут различные полублефы. Гатшоты может здесь чекрейзить. Он здесь может чекрейзить какие-нибудь туз хай. Например, частично туз король. Некоторую часть туз король он здесь будет чекрейзить. Ну, даже так, прикидывая на глазок, без каких-то расчетов у флапзили или еще где-то, мы видим, что если оппонент здесь потенциально может чекрейзить руки слабее нашей, то есть он может здесь чекрейзить на тонкую value карманные дамы, полагая, что он еще может обыграть какие-то наши руки хуже, либо он их чекрейзит для того, чтобы не видеть какие-то плохие карты Терна или Ривера. То есть если оппонент чекрейзит здесь топ-пары слабее нашей, то очевидно, что даже если у него будет в спектре чекрейза сыты какие-то, или в слоу-плее спрейд-флопок, типа карманных тузов, то у нас, конечно же, всегда будет плюсовый колл, либо плюсовый пуш по флопу. И тут единственное, что нужно выбрать, что нам бы хотелось здесь, что будет более плюсово, заколлировать или играть через рейс и на стэк. Но так как наша рука здесь... Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас! Субтитры сделал DimaTorzok